Вы жили раньше при Польщике, при Польщике, ну и Западная Украина была при Польще. Мы были ходили, сами себе работали, на себе работали. А при русских, конечно, тоже было тяжело, потому что забирали, людей садили, ни за что. Ну, не знаю, как. Вот такая жизнь была у нас на Украине. А в 1947 году маму и отца вывезли на Сибирь, и брата, и сестру вывезли на Сибирь в Кимрскую область. Меня забрали чекистов. У меня был парень. Когда война началась, когда к нам русские пришли, из чех забирали на фронт. А когда он делся, я так не знаю этого парня. И вот он у меня из этого парня. Я его до того времени не видела, не вижу и не знаю про него ничего. И вот у меня все время спрашивали, спрашивали, и, конечно, и убили, и допрашивали. Сейчас, в городе, везли врача, и если ты не побитый, мы тебе дадим его. А я говорю, ты раздевайся, а они ушли. Я раздевалась, зашла эта сестра, а я вся синяя, спина синяя, ноги синяя. И она такая, господи, как так можно говорить? И я, этот, пришла в камеру опять. Но там женщина была, как-то грамотная такая, ну, следователем, она была, может, юристом каким-то, ну, не знаю. И она говорит, за что тебе девушка? Я же маленькая была. Ну, что ж тебе девушка посадила? Я же сама не знаю, за что. Ну, там, рассказываю ей. А она говорит, я два года напишу жалобу. Я написала жалобу. И мне пришло на пересуд. Ну, думаю, я услободят, услободят. Ну, это, это, уже маму вывезли, и я сижу, сижу, никто меня не вызывает, никуда, ничего. И потом меня вызывают. А, начальник меня вызывает. Какой-то там начальник? Тебе же нет таких, кто? Говорит, подписи, что ты знала и не сказала. Ну, я думаю, сколько я могу сидеть и идти в тюрьме? Я говорю, месяц посидишь, и я тебе отпустил. Ну, и этот, я сижу, думаю, в свободе, в свободе, а тут уже меня вызывают на суд. Взывают на суд. И мне до 10 лет. Три солдата сидеть, и тут не все этим военным трибуналом судили нас. Ну, без нивеных людей, конечно, судили, потому что я знаю сама по себе, кто, может, был виноват. Ну, люди, молодежь, вот и девушки, никак они не могли виноваты в чему-то. Ну, так как я знаю по себе. Ну, а потом меня же посадили, дали мне 10 лет и привезли вместе в Магадан. А нас везли в труме, знаете, на низу, так сказать, в труме. Там картошку возили, там цемент. И где-то мы попали, какого-то, или они нарочно нас скачали так. И вот этот песок, вот этот цемент, то сюда, то туда. Очень было тяжело. Я туда даже заболела. А приехали сюда, в Магадан. Тоже это. А тут одни мужчины были. Баня была такая, транзитка. И пока ты в баню туда не пройдешь, то тебя в лагерь не заберут. Ну, это, ну, лагеря. То тебя не возьмут туда. Так вот. Надо, а он еще долго делал. Такое унижение было, это вообще. Издевалась вот так. Мужины, мужчины, мужчины, этот, надо даже стыдно говорить. Стали брить девушку. Девушки стали кричать. А так не побрось, или в баню не пустить. Ну, я-то болела, я лежала там, как труп. Как-то говорим. Живой труп лежала. А эти девчата все. Ну, что, броют, и подмышку брать, и... Ну, вообще, унижение было страшное. Издевалась над девчатами. А все молодые. По 20 лет. Там у нас в лагере, где-то за 40 лет там старших не было. Все молодые. Привезли в лагерь, нахин хожу. И там барак. Уже, как привезли в лагерь, я мне как-то... Что я домой приехала. Потому что как-то было... Что, уже знаешь, что тебя никто трогать не будет. Работа есть, работает. Будешь честно работать, и тебя никто не тронет. И вот так я доработала. Девять лет. Вот и лагерь. Это у меня была подружка самая лучшая. Яня. А это шахта. В шахте я работаю. Это бригадир, что начал. Это бригадир, а это я. Работала в шахте, работала, и всякая работа была. И в шахте, и в шорфах, и... Это... Ну, какой из меня можно шахтер быть? Если я маленькая была... Сейчас я где-то в лагерь... Минусе было где-то 19 лет, как мне такое. Уже 20-й год шел, как меня забрали. Ну, и работали в шахтах. Борельщиками. Кто здоров что-то, борельщиком работала. Ну, я... Ну, я в шахте работала, но я не бурила, конечно. Вот заходишь в шахту, да? А шахта, она наверху. Потому что шахта еще не заходишь. А это наверху, на сопке. Там руда. И там вот ты заходишь в эту шахту, и там взрывают взрывники. Бурые там, и взрывают. И мы это... Камень этот мы вывозили на улицу. Руда на улицу вывозили. И там сортируют. Где руда, а где пустой камень. Канави купали летом. Потом собирали мы руду на сопке. И надо было на фабрику нести. Тот мешок... Ты камень... Твердый камень. Несешь его, падаешь. С ним камень. На камень станешь-то где-то. А то же на сопке же надо. Камень полетел. Сопка всепится. Ну, вообще... Как я осталась жива, то не знаю. Ну, а потом я освободилась. Меня освободили. Комиссия приехала и освободила. Всех подряд освободила. Ну, и люди так... Кто поехал, кто... Кто не поехал. Мне некуда было ехать. Потому что мама с отцом на Сибирь. А я... Что тут Сибирь, что там Сибирь. И я поехала своими. Проведала их всех. Ну, и опять обратно приехала сюда. А мама сказала, освободилась. А отец у меня умер. На Сибири. У Кимеру. А мама поехала до брата в Одессу. В Одесскую область. А я приехала до мамы. У меня все там чужое. Дети... А я посмотрела, что я лишний человек уже. У меня уже как-то все чужое было. Ну, мне все так пишут отсюда. Приезжай, приезжай. Ну, вот я вот сюда приехала. Ну, я там год побылала. Я осенью приехала. А весной я уехала, когда уже пароходы ходили. Всегда. Магадан мне приморозил. Так что... Я же осталась в Магадане. Ну, мне жизнь, конечно, не... Как сказать... Неладкая моя жизнь. С одним жила ребенком. У меня дочка и... И у один ногу внук. А трое у меня... Эти... Впраунки. И вот так я живу. Работала. Все знала, что это... Разошлась. Родила, разошлась. Ну, и так... Прожила. Ну, такое... 90 лет мне будет. 25 августа. 90 лет. И я думаю, когда я уже прожила 90 лет? Ну, такая жизнь... Конечно, жизнь не хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова